здравствуйте ребятки с вами расхититель мусорных баков я на самом деле очень люблю погонять на скутере но у меня его нет потому что я проехал переехал с питера в краснодар здесь пока скутером не обзавелся у меня в питере было два скутера это yamaha jog заряженный пипец весь на тюнинге на котором я там жестко раздавал прямо где-то под 95 километров в час ехал джок представляют супер джок зер у меня был кто пернул заряженный он его пердак кто пернул ему это же и скутер был заряженный потом 2 меня скутер был honda zoomer на котором я благополучно возил находки прям топовый аппарат советую всем ну для тех кто не любит погонять а что-то повозить для дачи топовый скутер джок тоже топовый ну короче я эти скутера продал и в итоге приехал краснодар скутера у меня сейчас нет мне очень сильно захотелось скутер прям пипец я здесь загорелся и знаете чем не еще захотелось мне захотелось стантить я никогда в жизни не стантил но в этот раз я хочу себя купить скутер и начать стантить учиться на заднем колесе раздавать от помойки там до помойки ездить чтобы было весело экстрим вот это ха-ха в этом видео я поеду себе покупать первый скутер в краснодаре такого скутера у меня еще не было какой я куплю сейчас скутер вы увидите я надеюсь что с этим скутером все окей что он будет ездить и никаких с ним проблем не будет надо деду вот этот скутер для станту ребятки многие меня просили поехать на свалку и поискать там находки что мы сейчас будем делать на родмире играем на 16 сервере и сейчас дима едем на свалку у нас кстати с димой по скутеру что-то похожее на ямаху аэрокс вы представляете в этой игре можно свалку лутать это же вообще круто так я нашел какой-то ящик а ящик с патронами его можно продать за 3000 рублей охренеть свалочка тут нихеровая такая большая прямо штребух я руль нашел от автомобиля ничего себе так побегу посмотрю что тут еще есть так пока ничего нет нифигасе я нашел золотой червонец хренеть он стоит 60 тысяч рублей да это вообще топовая находка кстати все что мы найдем продадим и покажем как мы это будем делать следующем видео игра реально зачетная штребух охренеть я телек нашел вы можете начать играть вместе с нами в родмир прямо сейчас на шестнадцатом сервере самое главное не забывай вводить мой промо код штреб он даст тебе на старте хорошие денежные бонусы ну а если у тебя нет компьютера в эту игру есть возможность поиграть с телефона вся информация есть в описании и жду именно тебя на шестнадцатом сервере аморий баури дим подержи рюкзак пожалуйста здорово пацаны а бурый баури по моему кормят погнали показывай аппаратик нифигасе у тебя тут скутеров запустить получилось из края да но запустили как дима ты специалист давай смотри все ну чтоб это все было четко вроде такой аппарат нормальный только вот эти вот бибы будут ноги цеплять вот эти вот штуки ну а так в целом пойдет вроде пузатенький какой-то он правда натуре толщина мере бенса со смесью до какой-то заливает моторчик там потекло с карбюратора или откуда стоит а карбюратор он должен держать игла запорная ты разбираешься ним не естественно что он точно разбирает я там бен спать потек бен руль такой пойдет от чего стоит сидим ты поможешь оживить до заведут дадиме надо дать он сейчас все заведет опускай они это делают ты коса дим давай помогай пацанам ну еба народ не урокс вообще на вид крутой замком еще целом ну тут он ручка ебать пиздатая есть да конечно это сейчас все такие ставят крутые а что это дим ты будешь кофе а те кстати нельзя у тебя сразу клапан продам у меня сорвет его на дима подрыщит просто пацаны удроченный полно удрочь конечно но твое мнение давай мое мнение так уж и наверное поднимаешь первое слово россии на ракса смысле первое самое дешевое тебя кто не понял это ямаха аэрокс сотая то есть 100 кубовый движок там стоит не полтинник что круче намного но 100 кубов это принципе тоже пойдет проблема этого скутера заключалась в том что изначально в этом скутере стоял 50 кубовый двигатель тот человеку которого мы его покупали этот скутер он снял оттуда 50 кубовый движок продал а туда вставил движок 100 кубовый от ямаха axis но в axis состоит тоже самый двигатель как ямаха аэрокс 100 кубовый ну короче это 100 кубовый аэрокс этот рокс был самым дешевым вариантом на авито их было всего лишь два этот рокс продавался за 40000 и был еще один аэрокс вот он кстати тут уже цену опустили но он стоил тогда 57 тысяч вот по сути вот этот рокс ничем от того не отличается только тем что здесь стоит труба какая-то китайская непонятно этих не газ вроде бы все больше никакого тут тюнинга нет и я решил выбрать именно этот рокс если что хочу сказать сразу скутерах я вообще не разбираюсь буквально самое основное то немножко я знаю но сейчас кстати этот рокс уже тут стоит и почти собран и я уже разбираюсь получше но на тот момент даже и до сих пор я нихуя не понимаю ребят так ну в общем в итоге отсмотрели скутер он нифига не завелся дим скажи свое мнение мое мнение там скорее всего игла в карбюраторе во первых не держит его заливает во вторых тут много всякой не прикручены не до закручены но это да и непонятно что с электрикой аморту живой более или менее но труповат а передней передней будет тяжело проверить так ну изначально тут короче движок полтинник до стоял а двигатель сейчас стоит слэдсо до гранд акси 100 а акси 100 и пимаха 100 кубиков ну типа такой же который был в аэрокси 100 разница в колесах и все она на ноги этот тип аллю чок там какая-то батя как он держаться будет этот ключ дим замок обычные почтовые до зажигания замка нет тоже покупать мини кошечка вот скутер пиздец конечно какая цена его изначально было 40 соответственно то что не запустился можем проверить то что искра есть я думаю ну за 35 до 34 давай 35 нормально плюс я поставил стопак как бы его не а меньше проблем 35 нормальная цена для потому что его кузов целый более-менее пластик выкрашенный 35 можно мне нравится вот эта жопа ребят она очень широкая типа сосочка просто так охота в брать этот скутеру так вот тут пропердоливать так он очень тяжелый у меня такого скутера и финика не было реально очень тяжелый он огромный пиздец я представляю что будет если на нем пиздануться тут вот этот весь пластик то что он хорошем состоянии когда все разъебется сидеть на нем принципе удобно но руль какой-то короткий вот смотри у меня уже диму тут под сними вот здесь видно что у меня коленка задевает скажи какой байрок с большой ебал где баловат так он дал мне маленькие реально это как мне ноги вот так ставишь или как ехать-то на нем но реально ноги вот задевает пиздец то есть это на повороте у меня руль упрется в колено и я в ебусь просто не впишусь поворот допустим все еще сказать ну а так вид у него конечно красивый но заниматься им надо пипец у столько всего на делать вообще пиздец всему все уёбанно как будто какой-то школа трон я не знаю десятилетний на нем до этого ездил и но ни копейки в него не вкладывал историю расскажи этого пила ты знает кто-то когда пожалуйста он по рукам походил в краснодаре его собрали андрей и получается вложил много денег в него и перепродал ну здесь по месту на него была куплена только где-то покороче скажи на него была куплена крыш все новые запчасти собирались его ну под проект и все и то есть у него свадьба и пришлось продавать я выкупил и пустил в разбор и все пришлось снял все подснимался на что было тут нормально ну да получается все кроме пластика и пришлось купить донора и поставить аксис ходовку как тело от нравится такой вариант на самом деле нет но ты же хотел именно aerox но я хотел aerox но я понимаю что тут очень много всего придется делать и самое ценное в этом скутере это только пластик реально который я не знаю ну да это круто что он целый но он же должен везде как правило быть целым хотя после станта на было на них краснодаре есть еще один rocks еще один вариант есть но там пластик под убитый но он хотя бы там сборе уже полностью собран но там цена 57 тысяч и по сути он такой же но он хотя бы едет и в сборе уже мое мнение 35 тысяч норм с 35 норм он там засифонил бензин еще сильнее о ебать бензин похуячил дима это что такое карбюратор неисправный и он заполнился вся камера заполнилась бензином короче забираем это трог сейчас поедем в гараж сразу крутить вертеть болтички в шуруп чечки может быть мы его сегодня заведем но перед этим его надо у нас гаражах есть мойка полностью вот пидорасить отмыть ну да кстати срок сам отдают еще ну его пластик родной вот эти вот куски просто я так понимаю вот эти бугеля будут мешать а зачем вот эта дырка вырезанная здесь это же багажник да зачем эти дырки вырезанность ложные нет динамике стояли похоже получается на rocks моторе ставится в пуск ртш на ты карбюратор в другую сторону разворачиваешь то есть сапфрейм понял мотор выкатывается и разворачивает но это когда прям вообще жестко все стой его залатывать придется залатал карбюратором электронный обогатитель а чем был переливает бы тут просто герметиком обогатитель залиф его выдурить туда пружинку поставить и зафиксировать его вот вот это вот это было электронный обогатитель катер или стартера даже присутствует ночью его не должно быть мужчина таких скутерах тут проводка на искру обычно все перевел проверяй а диски от чего отрок и вилка вилка rocks наверно отчетом одинаковые разницы в колесах по сути сравнить его с сотом rocks он разница в клюве потому что здесь идут у джабры падает радиатор а на сотом спушной клюв идет на пришли и колеса а rocks они и помню все завода водянки идут и не сотым волне полтинник вода на все но полтиннике с лучше тюнить вот сотые можно его затюнить просто дешевле дело дороже дороже ты знаешь в чем прикол дело не в кубатуре а фаза газораспределения одни моторы валят двухтактные другие нет это все равно как honda лид она с 90 кубиков но она медленно разгоняется на сотку то набирает в итоге но это уже трансмиссия короче сколько по твоим подсчетам на вкинуть него бабок чтобы он прям пир чтобы пир да но это надо карбюратор я оставил на такой был я стала сипиху сипиху можно рублей за 6 найти так и называется по линии сипе 19 потом глушитель все можно найти тысяч за 6 за 7 но не в краснодаре поискать надо и по трансмиссии мелочи то есть вариатор тысячи две там ремень тысячи две у нас и посмотреть что там стоит видел что там трансмиссия востоковая из-под ножа живая трансмиссия не заглядывал ну так а ты тоже дим не заглянул то блять а мы уже купили а что снимут его купила чё там было с ним ничего просто продавали просто рабочий вопед дают а раму классы дел ты уже продал нифига тут запчастей прям лавка запчастей вода где вот-вот-вот-вот в конце там мы вот это это потроха уже все смысле кинувал стоит ну то есть раз половине уже вроде нет там коленал ты нас отмытый так-то он раз половине одета рама то интересно откуда всем потроха моего теле бокса вот это тяжелый дать чтобы туда ходил 18 бархат у нас здесь он 30 километров здоровая она проблем был от полка с этим не может саден 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 сейчас по планам блять что там надо сейчас по планам скинуть пластик и отмыть его и еще блять заебали эти а в щит карагеноге блять еще хотим снять крышку вот этой штуки как она там называется и посмотреть что там внутри но это же ее разобрать чтобы отмыть просто там внутри по любому все грязно вообще без понятия как этот пластик снимать сейчас будем короче заниматься кексом с этим мопедом ну что и предполагал я и этим кексом мы будем заниматься видимо долго потому что в этот мопед еще столько всего вкидывать надо и делать и сделать так чтобы он заводился как минимум первая проблема с которой я столкнулся ребятки это то что у него подножка не держит скутер вообще не стоит на подножке там подножка почему-то не подходит и он уже один раз упал но в целом все обошлось пластик не сломался поэтому мне блять так ебаная ты камера ебаная блять поэтому мне скутер пришлось облокотить на диван потому что он не стоит вот если его поставить на родную подножку вот она его не держит вообще он хочет упасть но хорошо что есть вот эти пеги я хочу наварить вот такие вот как и блять пирамидки треугольникообразные так вот как я решу эту проблему чтоб он мог стоять и не падать и можно было ковыряться в моторе за счет вот этих пек и вот этого металла мой блять ебаная рот я поискал у себя там в яме металлолом я из него наварю вот такие вот треугольник и вот сюда наварю и сбоку наварю треугольник чтоб на эти треугольники можно было ставить ну короче дальше все увидите поймете чуть за фигня но я думаю это сработает и это будет скутер офигенно держать на весу и получится в нем ковырят спокойно и он не упадет капец наконец закончили мы варить вот эту шляпу подножку вот эту вот чтоб скутер мог стоять все-таки это зря время не было потрачено скутер держится не падает сейчас будем снимать пластик снимать крышку вот этой картера до или к вариатора крышечку вариатора будем снимать сейчас будем разбирать с него пластик блять наконец можно работать и а то никак и не может он был обзор доходах с помойки снимаем просто говорит так но теперь подножка подножка подставка готова будем сейчас снимать пластик и крышку вариатора да и повезем это все хуйню пока тех и уже башка не варит и пока тем короче вот эту бибу на мойку чтоб раму без пластика все отмыть весь этот засранный движок на отмыть чтоб уже можно было там заниматься проводкой и пытаться его завести он не прикручиваем движок сейчас классно ну хотя бы на нем на сухую не ездили масло да покинете на сухую на нем ездили там просто редуктор наверно в это как его в труху что так там есть судя по липкости но отлично уже хорошо но его все равно заменим ну понятное дело после съема передней части пластика зацените чего я заметил как крепится вынос на какой-то болт корявый кривой да и к тому же там все снизу спилена там где должен был быть второй болт это лютейший колхоз я просто в шоке теперь увидим что под крышкой и только что хотя бы тут что то есть и куча грязище так и знал как это вариатор что это бы эта крышка вариатора так а под крышкой вариатора вот что у нас ребят вот это ремень старый был износившийся вот он намотался здесь вот он вот такая вот красота под крышкой уже явно он свой отслужил ремню хреново есть хорошая выработка ну как и сцепление люфт есть это так должен быть что в пределах нормы зато сцепление уже разбирали туда лазере короче будем разбирать это все чтоб помыть все внутри хорошо такая дальше буду снимать пластик ну так он кстати выглядит без пластика руль кончалыш для вас даже немного кривой и очень тонкий какой-то ну не знаю не внушает доверие этот роль конечно ну все сняли пластик вот такой вот скелет получился у нас сейчас более детально крупным планом покажу вам проводку мы сейчас заодно перед тем как поехать на мойку решили попытаться прокачать передние дисковые тормоза гидравлические тот даже не brembo стоит а я не знаю что что это такое вот такая проводка короче все сделано через жопу на скрутках вот здесь вот провода торчат не за изолированы ну короче биба боба столько дел что я в шоке все это надо менять мы его как будто белой краской покрасили он весь снегу как будто прикольно да ну все вот помыли прям почище стал реально посмотрите какой свеженький самое главное что чистота вот в этом месте внутри двигателя пришлось покупать все аккумулятор и это самая дорогая вещь для этого aerox 2000 рублей было потрачено на этот аккумулятор новый абсолютно также был куплено масло вот это дот-4 тормозная жидкость тормоза прокачать и дат-17 масло вот такое вот обурибавлить и все это бензофильтр хотел сказать бензонасос бензофильтр вот он там внутри в общем это все вышло на 2 800 что такое вариатор мы не раскрутили не раскрутили никто так и когда не разбирает натяжение дохуй соберешь короче сейчас пока эту хуйню не скрутишь дабы сначала ставится ремень сюда а потом даже как-то снял снять можно собрать нет смотрите какой чистенький движок внутри все отмыто и эту крышку тоже отмыли смазали кикстартер вот крышечка смотрите какая чистенькая вообще красота а еще после мойки намок же этот генератор вот там он находится вот это вот штука круглая впереди вот это вот генератор он намок и я поставил обогреватель вот прям на него чтоб он высох и мы могли сейчас как-то всю эту шляпу собрать и попытаться завести вот собственно что мы сейчас и делаем собираем обратно все будем пытаться завести что проверить вообще работает ли скутер то мы вот так в итоге не завели сейчас обогреватель упадет сейчас бензин будем заливать и надеюсь сейчас произойдет первый запуск этого мопеда внутри он там пока пол прям жестко сытка откуда-то бензин карбюратор у ребят все хана смотрите как льет игла не держит а если ее достать посмотреть что с ней а вот так движок стечет она износилась все заливаем бензин обратно потому что все это минус карбюратор мы его не заведем пока никуда не короче равный карбюратор ребят мы завели его блять мы завели его нахуй через электро стартер через электро стартер завели через этот эхир пускай это хуйня пусковая эх поскорей бы карб купить бы блять и уже поехать на нем хоть на стоковом тюнинге уже поехать охота настолько вам тюнинге штребов гений ну а что там стоит и и будем там небольшой есть там вариатор тюнинговый китайский стоит и легкие грузики катера 1 труба неплохо обороты потом поднабирает но мы поменяем там трубу до сначала трансмиссию а потом уже смотреть надо ли трубу иногда лучше родная труба чем лишь китайская труба но я рад то что он запустился это круто какая подножка маленькая она такую боль в ноге создает ребят дима просто лучше меня разбирается в скутерах поэтому занимается да там короче карбу этому жопа там игла не держит он прям курит как мужик настоящий алку курит ждет когда мы блять или уже карбюратор купим ну все сейчас пойдем на авито лазить искать карбюратор и надеюсь завтра мы карб купим и вечером уже сможем его запустить собрать погонять да ребят знали бы вы как он мне на 100 пиздил этот скутер уже спасибо всем что посмотрели эту серию следующей серии мы будем устанавливать на него тюнинг я как бы потихоньку начинаю разбираться в скутерах и уже немножечко понимаю что надо на него ставить сцепление новый ремень карбюратор и все это вы увидите в следующей серии там мы уже его до собираем до конца сделаем электрику тюнинг соберем весь пластик и я уже буду учиться наваливать ну и просто раздавать как бы буду пытаться как бы да спасибо что посмотрели надеюсь лайк поставили всем спасибо за просмотр и встретимся следующей серии про этот и мсг и буч и аэрокс а